Добрый вечер в эфире 12 канала. Итоговый выпуск новостей в студии Константин Лондон. Главное сегодня. Идут с опережением графика и с учетом пожеланий медиков. Это самодезинфицирующее напольное покрытие, которое уничтожает микробы без применения химических веществ. Поликлинику в Октябрьском округе планируют сдать раньше намеченного срока. Работы уже вышли на финишную прямую. В чем особенность нового медучреждения? За работу в соцсетях и мессенджерах. Не стоп, не стоп, не стоп. Ты за что? Ты за что? 18-летнего амича задержали по подозрению в государственной измене. Полтора года за ленточкой во имя спасения жизней. От твоего решения, которое должен ты принять за 5 секунд, зависит жизнь. И жизнь не именно этого бойца, а еще семьи этого бойца. Первое интервью омского врача, который ушел добровольцем на СВО, а теперь возглавил поликлинику. И от варенья до вартуты из лаваша. В Омске прошел фестиваль «Тыквенный бум». Вот она, омская булава. Тыква, на которую делают ставки омские селекционеры. Как выращивание бахчевых может стать прибыльным бизнесом? И почему тыква считается мини-аптекой? Амича подозревают в госизмене, по версии следствия. Он сотрудничал с украинскими террористическими организациями. Ты за что? Ты кто? По версии следствия, 18-летний студент был администратором нескольких украинских каналов. В популярном мессенджере размещал информацию, пропагандирующую террористическую деятельность. Кроме того, Амич публично призывал своих подписчиков к совершению насильственных действий в отношении патриотически настроенных россиян. Как сообщили правоохранители, юноша также производил сборы, а после переводил средства участникам украинских террористических организаций. Во время обыска квартиры силовики изъяли технику, которую Амич использовал для введения соцсетей. Возбуждено уголовное дело. В результате проведенных оперативно-жискных мероприятий следственным отделением УФСБ России и Помской области в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело за государственную измену. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Умский Север обеспечат газом. Уже этой зимой ситуация на особом контроле губернатора Виталия Хаценко. В прошлые годы из-за снижения объемов добычи и резкого падения давления приходилось отключать абонентов и использовать альтернативные источники. Сейчас идет капитальный ремонт скважины номер 5 на Теврийском месторождении. Об этом рассказал глава регионального Минэнерго Владимир Шнепко. Также параллельно ведется строительство магистральных газопроводов-отводов. Их протяженность составит 160 километров. Возведут и специальные распределительные станции. Сооружения соединят потребители Большереченского, Тарского, Знаменского и Теврийского районов с единой системой газоснабжения России. Реализация масштабного проекта позволит окончательно решить проблемы с газоснабжением Северо-Омской области. Темных пятен на карте города станет меньше. В Омске до конца года протянут свыше 30 километров линии наружного освещения. При этом большую часть фонарей установят на тех улицах, которые до этого времени никогда не подсвечивались. Обо всем подробно Анастасия Донец. Заходом солнца эта улица. Вместе с ней оживленная магистраль, часть жилых кварталов и несколько перекрестков погружаются в кромешную тьму. Уличного освещения здесь не было никогда. Да, ходить и ездить не только некомфортно, но и небезопасно, уверенные мечи. Тут потому что аварийно опасный участок, тут и люди переходят так, перебегают дорогу. Поэтому точно нужно и выезжать отсюда со двора тяжело, потому что машины, когда ездят на скорости, почти не видно их. Строительство начали с нуля, с разметки, под новые опоры. Это один из самых быстрых этапов. Специалисты проходят весь участок буквально за полчаса. Устанавливают долю оживленной магистрали синимычки. Сейчас сложно поверить, но уже через две недели на месте этих флажков появится линия наружного освещения. А это значит оценить качество новых фонарей водители и пешеходы смогут уже к концу октября. Дорогу автомобилистам и пешеходам будут освещать 45 современных энергосберегающих диодных светильников от улицы 36 Северной до Герцена. Важно, что при строительстве новых линий уже существующая инфраструктура не пострадает. Проект разработан таким образом, что для жилого сектора и для проезжей части будут использованы новые методы по монтажу линии. Не будет разрываться асфальт, это будет сделано методом прокола, то есть под асфальтом будет проложена линия. Всего же в этом году по адресной инвестиционной программе Омска запланировано строительство 41 линии наружного освещения в разных районах города. Все работы ведутся по просьбам омичей. В настоящее время мы уже построили 22 объекта, нам осталось построить еще 16 объектов, то есть 13 из них уже в стадии завершения, а 3 объекта у нас находятся на стадии заключения муниципальных контрактов. Удастся решить и сразу несколько острых проблем с освещением. Фонари появятся на сложном участке набережной Тухачевского. Доль Черлакского тракта протянут более 2 километров линий, а самое масштабное строительство организуют у микрорайона Осташково. Общая протяженность всех новых линий наружного освещения составит 33 километра. Из городского бюджета на эти цели выделено более 100 миллионов рублей. Все работы планируют завершить до конца года. В Омске начали монтировать новогодние деревья. Сразу две елки установили около крупного торгового центра на Левобережье. Впрочем, как и всегда, в прошлом году конструкция здесь появилась 12 октября. Актуальными фотографиями омичи уже начали делиться в социальных сетях. При этом мнения горожан разделились. Одни считают срок слишком ранним, другие начали отсчитывать дни до самого волшебного зимнего праздника. К слову, до него осталось 75 дней. Сделали ставку на популярный продукт. Томские селекционеры вывели новый сорт тыквы под названием булава. По показателям питательных и полезных веществ она в разы превосходит конкурентов. Об этом ученые Аграрного университета рассказали на фестивале «Тыквенный бум», организованный в рамках десятилетия науки. Чем уникальна тыква и как на ней можно заработать, знает Юлия Комарова. Суп, салат, баранки, каша и пастила. Количество блюд, приготовленных из тыквы, можно перечислять до бесконечности. В их числе и традиционные. Например, варенье и весьма необычные вертута из лаваша. Сейчас распространяю среди садоводов вот эти все семена. Ну и, естественно, рецепты. Садовод Нина Воробьёва фанат тыквы. Бахчевым всегда находит место на огороде. Нередко экспериментируют с семенами. Но урожай ложных ягод всегда отменный. В народе тыкву называют «меня аптекой». В ней содержится кератин, необходимый для профилактики онкологических заболеваний, а также натрий и калий, полезные для сердца. Чтобы крепко спать на ночь, достаточно съесть горстку семечек. А для густоты волос – одну ложку тыквенного масла. Жизнь тыквы была под угрозой вымирания. Из-за своей очень жёсткой кожуры разбить тыкву могли только очень серьёзные животные. Только мамонты своими ногами позволяли семенам попасть наружу. История тыквы насчитывает больше пяти тысячелетий. В разное время из неё делали посуду, женские шляпки, а из гигантских экземпляров даже в ванночке для купания младенцев. И всё же главная её ценность – в полезной мякоти. На сегодня селекционеры вывели больше сотни сортов. Ну а самая последняя разработка принадлежит омским учёным. Вот она, омская булава – тыква, на которую делают ставку омские селекционеры. Её главное преимущество, что она успеет созреть за короткое сибирское лето, также она утрёт нос и конкурентам по количеству микро- и макроэлементов. Но всё же особая гордость омских селекционеров – это её форма. А фигура действительно имеет значение, уверен аспирант кафедры Юлия Каштанова. Она четыре года занималась селекцией булавы. За счёт формы в омской тыкве больше мякоти и гораздо меньше семян. Мы проводили биохимический анализ, немного каротина. И продукты, непосредственно тыквенный пирог и печенье – это с нашей омской булавы. То есть вкус всё-таки имеет значение при приготовлении. Омский образец сегодня проходит госэкспертизу. И после получения положительного заключения булаву можно будет выращивать не только на даче, но и в промышленных масштабах. Селекционеры уверены, это может стать прибыльным бизнесом. При низкой себестоимости и практически стопроцентной урожайности можно производить немало полезных и вкусных продуктов. Идут с опережением графика и с учётом пожеланий медиков. Это самодезинфицирующее напольное покрытие, которое уничтожает микробы без применения химических веществ. Поликлинику в Октябрьском округе планируют сдать раньше намеченного срока. Работы уже вышли на финишную прямую. В чём особенность нового медучреждения? Не отступать и не сдаваться. Сильнейшие рукопашники Сибири встретились на Омском татаме. Покажем самое бескомпромиссное противостояние. И как в дикой природе в Большереченском зоопарке изменили вольерные привычки кенгуру. Ура! Каникулы! С 26 октября Ярослав Запашный с грандиозной цирковой программой в Омском цирке. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите! Категория 0+. Найти работу на зарплате РУ можно быстрее, чем закончится эта реклама. А сколько вакансий за это время найдёте вы? Зарплата РУ. Для первых в труде И первых в игре Для первых свиданий И первых признаний Для первых по кудряшкам И первых по волнам Для первых на поворотах И первых на виражах МАХВА Первые для первых Радио Гордость в Омске 90 и 1 ФМ 90 и 1 ФМ Финишная прямая Новую поликлинику в Октябрьском округе готовят к сдаче Учреждение готово больше, чем на 90% Уже закупается всё необходимое оборудование Это будет одно из современных медицинских учреждений города Даже в отделке помещения строители учли последние требования и стандарты Используются и специальные материалы Когда новая поликлиника сможет принять первых пациентов Материал Регина Бузаровой Современный фасад и тёмные оконные рамы Стильное здание – будущее поликлиника Её открытие с нетерпением ждут местные жители Екатерине Николаевне скоро 70 На регулярные обследования ездить приходится 7 остановок Очень хорошо Давно у нас не было такого А я хожу к эндокринологу И выписываем лекарства Это надо всё туда А здесь у нас будет своё Помимо поликлиники для взрослых Строители готовят и медицинский блок для юных амичей Здание специально поделено на две части В каждой своя входная группа и лестничные пролёты Завершается и отделка внутренних помещений Во многих кабинетах уже покрашены стены Цвета, к слову, подбирали, исходя из пожеланий медиков Учитывают строители и санитарные требования По всей поликлинике уложен специальный медицинский линолеум Это самодезинфицирующее напольное покрытие Которое уничтожает микробы без применения химических веществ Ну а самое главное, не распространяет их дальше В трёхэтажном здании смонтированы лифты Всего их четыре По два в каждом крыле Они обеспечат свободный доступ для маломобильных групп населения В целях безопасности по всему учреждению Расположены камеры видеонаблюдения И автоматическая система пожарной сигнализации На объекте у нас будут работать представители Государственного строительного контроля Они начинают уже мероприятие по приемке этого объекта И мы планируем в ноябре выходить на сдачу этого объекта На передачу его медикам В кабинетах установят необходимую мебель и современное оборудование Уже закуплены аппарат УЗИ, приборы для физиопроцедур, лабораторные анализаторы и электрокардиографы Ежедневно поликлиника сможет принимать 310 жителей Октябрьского округа, 250 взрослых и 60 детей Кроме внутренней отделки, часть строительной бригады работает на улице Будет стоять скамейки для отдыха больных И будут клумбы находиться За забором будет газон, метр двадцать И там будет еще тротуар мы будем делать То есть прилегающую территорию мы тоже будем благоустроить Строительство медицинского учреждения ведут по президентскому нацпроекту здравоохранения Общая площадь здания 5000 квадратных метров И как рассказали строители, закончить все работы должны в середине ноября Закончить ремонт поликлиники увеличить темпы диспансеризации Задача к на ближайшее время в своем первом интервью сегодня автору программы «Акценты недели» Любови Федоровой Рассказал новый заведующий поликлиникой номер два четвертой медсанчасти Алексей Касаткин Он первый, кто назначен на руководящую должность в сфере здравоохранения после демобилизации зоны СВО На передовую ушел добровольцем сразу после объявления частичной мобилизации За ленточкой проработал полтора года Человек, который прошел боевой опыт, он знает, что требовать со своих сотрудников Как требовать и что должно быть Навык – это психологическая устойчивость Там очень много раненых И нужно действовать быстро, думать быстро, принять верное решение Потому что от твоего решения, которое ты должен принять за пять секунд Зависит жизнь И жизнь не именно этого бойца, а еще семьи этого бойца В Омском Минздраве на Алексея Евгеньевича возлагают большие надежды Свою карьеру он начинал врачом-стажером в больнице имени Кабанова Затем устроился в БСМП номер два травматологом-ортопедом Оттуда ушел на СВО в медицинскую роту мотострелкового полка С открытием в президентской программе «Время героев» Алексей Касаткин был отобран для обучения в высшей школе государственного управления Отучился по программе подготовки высококвалифицированных руководителей С числа участников спецопераций О медицинских буднях на передовой Планах работы в мирных условиях смотрите в программе «Акценты недели» в субботу в 19.30 Сегодня в Ново-Варшавке открылась новая модельная библиотека Это современное пространство, созданное не только для чтения книг Но и для проведения мастер-классов и просмотра фильмов И здесь сезона для проведения выставок и интеллектуальных турниров Закуплено больше трех с половиной тысяч бумажных изданий Подключена электронная библиотека Все желающие в мастерской смогут сделать миниатюрные книги «Микош» Библиотека находится в местном доме культуры, расположенном в центре поселка Поэтому она точно станет местом притяжения жителей Ново-Варшавки При этом комфортно здесь будет посетителям всех возрастов У нас появилось то, о чем мы давно мечтали Отдельное свое пространство, общение и событий Все событийные мероприятия будут проходить на площадке, где есть сцена Современное световое оборудование, профессиональное звуковое оборудование Смарт-ТВ, также веб-камеры для телемостов И общение, участие в каких-то встречах с писателями, поэтами, интересными людьми До конца года подобное пространство откроют в Павлоградке Всего же на территории Омской области функционирует 18 модельных библиотек Их создают по президентскому нацпроекту «Культура» Финансирование для создания таких мест Притяжение выделяется из бюджетов всех уровней Школа здорового питания и обучающие курсы по истории Омские студенты начали реализовывать свои грантовые проекты Всего в жизнь воплотят 11 идей Среди них медиашкола, слет педсовета, курсы модераторов и молодежное пространство Средства на воплощение проектов студенты получили от регионального управления молодежной политики Каждому выделили от 60 до 300 тысяч рублей С авторами самых интересных познакомилась Анна Лукинец Рабочий инструмент Дарьи Суботиной всегда под рукой Девушка снимает видео на телефон В этом направлении недавно, но уже с амбициозными планами Видео это то, в чем я меньше всего разбираюсь Мне бы хотелось создать что-то, нечто прекрасное, что-то живое Вообще в перспективе, очень хочется снять короткометражку Работает девушка в студенческой студии Здесь креативная молодежь снимает ролики, занимается дизайном и фотосъемкой Знаниями готовы делиться Миш, расскажи все-таки, в чем же секрет красивого кадра? Я считаю, что секрет красивого кадра в экспозиции Потому что если мы не досветим кадр или пересветим его, то даже на постопроботке не сможем его откорректировать Интенсив для молодежи организуют уже в эти выходные На реализацию проекта выиграли грант 300 тысяч рублей По поводу практики я могу в качестве примера рассказать про наших фотографов У них будет одна из частей практики Это выездная в одной из фотостудий города Омска Которые они проведут порядка трех часов с моделями Уже, так скажем, на практике научатся работать, делать хорошие снимки, обрабатывать их Итак, следующая картинка Тише не кричим Опять были первые силии А здесь юные мечи сражаются в знаниях флоры и фауны Объединила интеллектуальная игра от мамонта до метро История Омска в веселых картинках Идею брейн-ринга Софья Ефремова оформила в проект На средства гранта закупила оборудование Чтобы школьники с интересом изучали факты до исторической Сибири Главная проблема – это то, что молодежь, молодое поколение уезжает из нашего города И, конечно, это все от недостатка знаний о краеведении И именно целью нашего проекта является просветить молодое поколение И вообще рассказать им о том, что вообще есть в нашем городе Его историю, географию Грантовую поддержку на запуск своих проектов получили десятки инициативных амичей Фонд регионального форума «Создавай» специально увеличили вдвое по инициативе губернатора Виталия Хаценко Он составил 2 миллиона рублей Если у нас раньше была минимальная сумма на проект, это 150 тысяч, в этом году до 300 Соответственно, и проекты, которые были представлены на грантовый конкурс, они были более масштабными Были проекты направлены на профилактику по здоровому образу жизни Несколько проектов было наставнических Тема наставничества сейчас очень важная и очень интересная для молодежи Как показывает практика, реализовать по-настоящему крутую идею может любой желающий Главное – правильно подать свой проект Впрочем, чтобы он точно получил одобрение, в Главном управлении молодежной политики готовы помочь оформить заявку Анна Лукинец, Дмитрий Ладыкепченко, 12 канал Реконструкция Сыропятского тракта выполнена более чем наполовину Сейчас дорожные рабочие укладывают третий верхний слой асфальта Чтобы обновленная дорога как можно дольше служила, каждый этап строго контролируется Специалисты берут пробы и проводят лабораторные испытания Ход работ находится на личном контроле губернатора Виталия Хаценко Из-за высокого транспортного трафика принято решение о расширении трассы до четырех полос Реконструкция проходит в два этапа в рамках президентского нацпроекта Безопасной качественной автомобильной дороги Специалисты продолжат трудиться здесь В следующем году на всей протяженности трассы проведут освещение По центру установят разделительные ограждения Предусмотрено также обустройство ливневой канализации и пешеходных дорожек Проведут специалисты и озеленение прилегающей территории Был участок заужения 6 метров Но он согласованный по 3 метра в каждую сторону Ну раз появились вопросы у жителей Поэтому рассмотрели и увеличили до 11 В этом объекте реализуется велодорожка протяженностью практически 4 километра У нее ширина будет 2,5 метра Она будет освещаться Также планируется вдоль велодорожки засадить новые кустарники Поэтому достаточно такой интересный получится объект В Омске с начала следующего года планируют ввести туристический налог Инициативу рассматривают депутаты городского совета Если ее поддержат, саму включат в стоимость проживания Пока размер налога составит 1% К 2029 году он увеличится до 5% Перечисляя туристический сбор Гостиницы будут в городской бюджет А в дальнейшем эти средства пойдут на благоустройство города Инициатива стала возможна после изменений федерального законодательства Это одна из мер, призванных решить проблему с наполняемостью местных бюджетов Только лучшие из лучших Сильнейшие представители рукопашного боя С 9 регионов Сибири Прибыли в наш город на чемпионат Среди сотрудников Росгвардии Эти парни никогда не отступают и не сдаются Даже если после поединка Не могут самостоятельно покинуть татами За бескомпромиссными поединками настоящих мужчин Наблюдал Алексей Дарьев Бойцы на татаме не щадят ни соперников, ни самих себя И порой даже не могут покинуть его без посторонней помощи Рукопашный бой Удел по-настоящему сильных Духом и телом людей Спорт мужества и чести Бывают травмы До финалов все, как говорится, доходят уже с микротравмами Бывают они способствуют победе Некоторые спортсмены даже не могут без помощи врачей, я смотрю, покинуть татами Ну да, есть такое То есть это рукопашный бой, это так-такный вид спорта То есть всегда в контакте происходят микротравмы, которые приводят поединку Тренеры так вовлечены в происходящее, что кажется еще мгновение и сами выскочат на татами Серега, прямые, внимательно слушай, прямые Не надо с боку правой, прямой, раз-два Намастеровитые бойцы и без подсказок знают, что делать Нарек Степанян побеждает болевым приемом уже на второй минуте боя Со стороны могло показаться, что победа далась ему легко, но это обманчивое впечатление На каждый бой выкладываемся по максимуму, готовимся, проходим специальный сбор как бы к турниру Такой очень важный турнир для нас является Ну ничего легко не дает, все, через тру, через спот Важно для вас, что победа именно досрочная? Ну да, конечно, важно это, потому что над этим мы и готовились Сражения бойцов тяжелого веса всегда особенно эмоциональны Здесь последствия даже одного пропущенного удара могут быть катастрофическими Для Николая Жербакова, он в синем шлеме, это первый турнир по рукопашке До этого он занимался вольной борьбой, и вот победа Судя по вашему лицу, пришлось все из себя достать в финале, да? Ну не все Ну почти Остались запасы, но в целом, да, соперник был неплохой Тоже спасибо ему Уровень бойцов высочайший Среди них немало мастеров спорта, выступающих на международных турнирах за сборную России Уровень спортсменов говорит о том, что они могут представлять нашу страну И могу об этом сказать, что в этом году команда общества «Динамо», сформированная сотрудниками Росгвардии Представляла нашу страну, наше общество на соревнованиях в Беларуси И заняла там первое место По итогам турнира больше всех медалей завоевали бойцы из Иркутска На втором месте представители ТВ на третьем – Новосибирска А мячи пообещали взять реванш уже в следующем году Алексей Адариев, Дмитрий Хранцов, 12 канал Спасаться от осенней хандры активными играми для кенгуру В Большереченском зоопарке устроили необычную забаву Сотрудники решили на время сменить привычный способ подачи пищи И поместили кукурузу и морковь в тубу, которую подвесили к потолку К такой идее питомцы сначала отнеслись с осторожностью, но вскоре включились в игру Напомню, год назад пара кенгуру переехала в наш регион из Новосибирского зоопарка А в этом у нее появился детеныш Цель одна – наполнить их жизненное пространство для инициирования различного рода активности Именно поэтому мы решили отойти от привычной подачи пищи не только по форме, но и по расположению Далее прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмме, Одноклассниках и на Рутюбе Найти их можно на сайте 12-й канал.ру Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте Или позвонить в редакцию по телефону 695-641 Оставайтесь с нами С 26 октября стартует новая программа в Омском цирке при участии династийного артиста в пятом поколении Ярослава Запашного Впечатление от увиденного не оставит вас равнодушными И о погоде Завтра 18 октября в Омске переменная облачность ночью минус 2, минус 4, днем плюс 4, 6 В районах переменная облачность в ночные часы минус 1, плюс 1, днем плюс 2, 6 Ветер западный 3 метра в секунду Атмосферное давление составит 765 миллиметров артутного столба Ура! Каникулы! С 26 октября в Омском цирке Ярослав Запашный с грандиозной цирковой программой «Тигры на земле и в воздухе» Билеты на сайте и в кассе цирка Телефон 8 800 444 10 13 Категория 0 плюс На этом наш выпуск завершен Всего вам доброго и до встречи на 12-м канале Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова